В умеренном климате у большинства цветковых растений листья осенью желтеют и опадают. Зима — холодное и сухое время года. Корни не могут всасывать холодную воду. Если бы листья оставались на дереве зимой, то они теряли бы больше воды в результате испарения, чем корни могли бы извлечь из холодной земли. Поэтому листья все равно погибли бы. На облиственных побегах задерживалось бы много снега, что могло явиться причиной обламывания крупных ветвей. В конце лета в тканях листа начинают накапливаться ненужные и вредные для растения вещества. Во время листопада вместе с опавшими листьями из растений удаляются отработанные вещества. На месте опавших листьев остаются листовые рубцы. Дерево чувствует приближение осени. Так как дни становятся короче и уменьшается поток света для фотосинтеза. Оно готовится сбросить листву. Клетки у основания каждого листового черешка делятся и образуют пробковый наружный слой, разделительный. Теперь вода не может поступать в листья, и они постепенно отмирают. Когда лист отмирает, находящиеся внутри него сахара начинают распадаться, и последовательность химических реакций изменяет равновесное состояние пигментов листа. Зеленый хлорофилл разрушается, а красные, желтые, оранжевые и розовато-лиловые цвета других пигментов проявляются во всем великолепии. Летом зеленый цвет хлорофилла заглушал цвета других пигментов листа.